Весенний лёд, как считают специалисты, самый коварный. Его толщина на реках и озёрах пока заметно не уменьшается, но зато изменяется его структура. Он становится пористым и непрочным. Если ходить по такому льду пока ещё относительно безопасно, то переправляться на машине – практически самоубийство. Администрация города Читы приняла распоряжение о предупреждении чрезвычайной ситуации на водных объектах в весенний период. В первую очередь цель этого распоряжения – предупредить население об опасности выхода и выезда на лёд, уже начиная с 1 апреля. В этом же распоряжении поставлена задача органам провести ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность населения. Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность того, что в ледяной плен попадёт очередная жертва, спасатели блокируют автомобильные въезды на самых популярных и опасных водных объектах – реке Ингада и озере Кенон. В этом году на подступах к воде уже установлено 46 ограничительных знаков. Ведь многолетняя практика доказывает – желающие сократить свой путь и сэкономить пару минут драгоценного времени всегда найдутся. Ежегодно под лёд проваливаются около 10 таких рискованных автолюбителей. К счастью, чаще обходятся без жертв, а вот технику в таких случаях спасти удается крайне редко. Впрочем, детей никакие запреты и предупреждающие знаки остановить не могут. Лёд был и остаётся любимым объектом детских шалостей. А ведь такие игры чреваты последствиями. Ежегодно в России в ледяной стихии гибнут почти 14 тысяч детей. Достаточно вспомнить трагедию 2010 года, когда на поиске пропавших мальчиков Игоря Мухаммедчина и Даниила Гельфанова были брошены все силы спасателей. Тогда детей нашли, но уже мёртвыми. За прошедшие два года, к счастью, подобных случаев не было. Но впереди ещё один опасный период – ледоход. Ледоход мы ожидаем в третьей декаде апреля в обычные сроки с небольшим отклонением в раннюю сторону. Уровни воды ожидаем ниже средних многолетних значений. Ледяная стихия, как и всякая другая, непредсказуема. А измерение толщины льда на глазок, как правило, ничем хорошим не заканчивается. На гидрологической станции в Атамановке сотрудник Центра гидрометеорологии измеряет толщину льда и температуру воды на реке Ингода круглый год – два раза в сутки, в 8 утра и в 8 вечера. Так, например, сейчас толщина льда на этом участке реки – около полутора метров. Но появившиеся уже сейчас так называемые закраины свидетельствуют – лед ненадёжен. Кстати, работа эта трудоёмкая и подчас опасная. Приходится вручную пробивать лунку и при помощи обычной линейки замерять толщину замёрзшей воды. Но уже через пару дней сделать подобные замеры будет невозможно. Лед подтает, выходить на него – значит рисковать своей жизнью. Работа-то, как для мужчин, это может и ничего, а для женщин – тяжёлая работа. Используются водомерные рейки, измерять уровни воды, расходы мы измеряем специальные вертушки, называется. Апрельский лёд рыболовы называют последним. Это время любители подлёдного лова оценят особенно. С приходом талой воды улов становится богаче, но и работы у спасателей становится больше. Ведь дрейфующие на льдинах рыбаки – картина, привычная для многих регионов России. Поэтому, чтобы хобби не стало бедой, специалисты на лёд советуют вообще не выходить. Чтобы он не стал последним в буквальном смысле. Светлана Тулунова, Александр Власов. Время новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова